Все, стоп-старт, филил. Субтитры сделал DimaTorzok Все, ребята, отлично ворвался там под Fallinger Rack'ом, заходил до этого. Субтитры сделал DimaTorzok Так, все вроде поднялся стрим. Так, Twitch поднялся, отлично, все. Отлично, надо закрыть заново. Сейчас запустим на Team Liquid, добавим все. Все будет отлично тогда вообще. Так. Спрашиваю, GoForSk это или нет. Да, это GoForSk, Penguin for Estyling. Shame отлетел, Nerazim отлетел, Mambo Grammar, Matvedi с Джеральдом, Milka с Мейджором, каким-то. K с Nitix, да, это GoForSk. Virdos в четвертом уже туре. Вот так вот. Короче, нормально, нормально. Стадия Bo1 еще, в общем. Начинаем стрим с GoForSk, сразу с касса матча. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Здорово всем, кто недавно подошел. Смотрим. Так. Призовой уже давно, 700к на Блесконе. Просто проблема в том, что он был не распределен. Сейчас же полностью уже распределили. Данный турнир. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует. Так, ну что же, нитикс против Каса, болгарский зерк, нитикс, мишаня Кас. Ну и начинается игра. Одиссей у нас карта, Бу-1 здесь до одной победы играет еще пока стадия. Так, вердос уже в Бу-3 стадию, вышел в 1-4. Ну тут быстро до 1-4 мы дойдем, я думаю. Так, прилетает реперонщик от Каса, начинает харасить. Ну нитикс, я уверен, неплохой игрок на данный момент, но не должен Каса проигрывать нитиксу, как мне кажется, он здесь фаворит. Пошла хата третья, здорово Пека, здорово всем, пацаны. Трич тоже запустил, я помните об этом. Там даже уже 11 человек смотрят меня. Так, здесь плеер стопаю, везде стопаю. Все работает, все отлично. Так, ну Каса играет третью ЦЦ, ход достаточно раннюю, через рипер, через рипер реактор фактурку, гелики будут прикрывать, возможно будет банша. Вот, смени название стрима, нажми F5-то. Для начала, что писать. Ну, это известно, что изначально фонд на Близзконе был призовой 500 тысяч долларов. Сейчас он составляет 700, и мог бы быть он и миллион, например, если Близзард бы все бы средства туда кинули. Это средства от покупки скинов всяких на рабочих, на юнитах, вот эти паки, короче, скинов, плюс всякие ништяки вот эти. Ну, в общем-то, и если вы это покупаете, то вы, в принципе, Старкрафт поддерживаете, получается. Потому что это призовые увеличивают, во-первых. Во-вторых, будет формировать призовой 2018 года сезона вот эти все штучки. Будем надеяться, что Близзард грамотные вещи будут делать, чтобы на них спрос был. Потому что вот уже есть несколько скинов, как бы. Будут, конечно, новые, но, блин. Надо делать так, чтобы можно миксовать, как-нибудь было вообще. Добавляет нить X-оверов, строит роучей. Скорости роучем нет. Зато есть их 8 штук, плюс 4, плюс лингер, плюс дроп-овер и королевы вперед полетел. Затем, блядь, по вот этим скинам, ублюдским, рогатым, непонятно. То ли грейжен овер, то ли не грейжен. Касс видит роучей. Геликов сливает трех на муве. Какой провал. Но есть бункер один, и добавляются еще 3-4 бункера. Будет решение верное от кассы абсолютно. И стенка у него есть, но нужно маленького вбоку отвести, и вот этот бункер просто окружить сразу же рабочими, чтобы вычинку начать. Иначе больно может быть. Реводжеров слишком много приходит, поэтому вычинку и надо начать. Танчик у касса строится. Бункер номер 2 готов. Фаерболы пошли. Ничего себе, как здания у касса стоят. Аж на два бункера сразу попадают фаерболы. Еще и на инженерку. Но два бункера у касса все еще живут. Начинает нитик с их пытаться пробить. Королевы дропаются, падают. Сверху танчик на рампе, как у бога, касс его защитил сразу под собаками. Собаки танк сгрызают. Неужели бункер последний упадет? ГГ-нчик будет. Касс стреляет то в камни, то в газ. Один единственный танк стреляет в свой газ. Как это может происходить, я не знаю. Сегодня Рок уже, конечно, Беллинга вкатывал своих королев. А тут... А тут... Как вы видите, касс что-то свое взрывает. Ну, в целом отбился, насколько я вижу. Отбился. Учитывая 30 цехов, в принципе, нормальная у него ситуация должна быть. Да и не должна, она и не есть нормальная у него. Ну, тут нитикс приходит в макро. Без грейдов, без все. Два эволюшена пошло. Кассу 1.11 тоже грейды были выбиты. Жаль, что не доделалось. Касс инженерки сверху ставят в итоге. Ну, касса ФП, и он стримит сколько хочет там в задержке. А я стримлю от всех игроков. Реактор на мэне. На Старпорте. 1.1, ребятки. Грейды. Что есть в такой дроп? Тут реладжеры спецназовцы прилетели. Два фаербулла в минеральную ринью. Так беспалево напилил у нас нитикс. Касс пытается сбить, не сбить, не сбить. 23 хп ушел. Нужен воздушный как-то. Забегание на второй. Опять разводняк идет полный. На 20 рабочих касс живет. Так, ты купил все скины, кто-то можно в игре за тиранов. Но тебя по-прежнему зовут Ретар Тефагот. Может, блин, может пацаны думают, что тебя так зовут. Как просто. Не знаю, не знаю. Сейчас Овера собьет касс. Здорово на Твиче всем, ребят. Только что GSL Super Tournament кончился. На GG Player его можно было посмотреть. Запись выложена уже в группу ВКонтакте на GoodGame. Кому интересно. А теперь мы GoFoSK смотрим. Где бьются СНГ православные игроки. Лучшие в мире. Вот. В отличие от тех ниш, которые только что мы видели. Ладно, это уже слишком тонко, что слишком так тонко. Слишком плохо, как говорится. Касс приходит. Пушь боевого. Его лимита больше, чем Зерга. Агрит на два дальних танка. Юнитов Нитикса. Очень мощно пушит. Как же сплэш заходит. Сплита вообще нет. Все в кучу дерется. Разведит. И фронтом. Зерга, что ты делаешь? Ну и что? Нормально. Касса такует. На 10 боевого больше. Весь лимит берет вперед. Тут еще мариков пачка. Ее нужно дождаться. Этих мариков обязательно сейчас. Иначе могут кассами уснуть. А Нитикс готовится биться. Далее есть Бейлинги. Линги на Гидру сейчас Грейт доделается. Так. Либератор на Мэнни. Что-то тут беспредельничает вообще. Есть клип как на моем канале. Как Рок Бейлингов Королев своих перил. Продолжает давление касс. Очень много бил. Ребят. Это победа. Это победа. Похоже. Здесь уже Нитиксу тяжеловато. Отбиться он 1000 гг. Ребят. Молодец. Касс даже из такой ситуации втащил. Красавчик. Кист не читер. Не читер. Я думаю, что да. Да. Ну и что у нас? Четверть финала на горизонте. Сверху Пингвин. Четверть финала. Так. Матвей с Минкой, кстати, тут в одной восьмой присутствуют. Смогут ли победить. Не знаю. Касс против ДНС будет. Опа. На. Сюда-то мы и ворвемся. Сразу же. Ладно, кассу лучше напишу, не буду спамить. Так. Минат. Че-то создает. Минат че играет? Минат не этот. Турик играет. Минат какой-то другой играет. Турик, видимо. Кстати, ведь началась эта СНГшная вся тема. Старладеровская. Я так понял. Да? Как бы турнир этот. Там пока группы идут, правда. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну что же. Касский-то реплея смотрит, поэтому мы ждем его. Сейчас. Здесь и сейчас. Чусь и Рейнер с Харикейном месяца. 2-2. А счет там у нас смотрю на турнире. Трековском. Молочага, молочага. Молочага. Так, что там все пропало. Все работает на твиче прекрасно. Ждем касса, ДНС, других матчей нет. Тут наш игрок есть. Пум полуфиналы. По нижней части сетки, кстати, Вирдос идет в сторону касса и ДНС. Кстати, у него шины или КР. Оппоненты будут КР выбил Блая. Охренеть можно. Ну что же. Бывает всякое. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Так, ну что, ребят, тут Каз прямо Оракула решил продеможить. Подлетел вплотную, но чтобы подкайтить не вариант вообще. Нам мог бы на удар больше нанести точно. Готовится выход на стимпаки 89-85 по лимиту. А там чарль практически готов. Неплохо сейчас кинулся ревелэйшн. Надо брать пробок, да, и просто вот приходить сюда в атаку, пока ДНС тут на варке пройдет время. Так, юнитов достаточно много, щиты заказано на них уже. Так, ой, сейчас стазис может зайти. Ой, зайти может стазис. Каз видит ловушку. Да, должен заметить сейчас. Оракул подлетает, Оракул падает. Пошло разминирование. Нормально Каз. Мариком зашел, разминировал. Надо брать те юниты вперед и идти по лимиту. Каз уже тут проседать начинает по чуть-чуть, потому что у ДНС 6 гейтов работает. Сейчас уже 8 будет работать. Сейчас ГАСа подкопят. Уже Архоны пойдут. Сделки с Чажем плюс Архоны. Чрезвычайно опасный микс, конечно. Но Мариков очень много. Осталось щитов. Должаться. Ехали же КСМ-ки-то вперед. Вот реально здесь 2-3 туретки и Фениксы будут обессонять. Да что бункера-то? Туреток ставь против Фениксов. Дешевле, быстрее строятся вообще. Здесь именно туретки важны для чего? Для того, чтобы вот эти халявцы не прилетали, танки не поднимали все в наглую. ДНС на варт. Лучше много юнитов. 4 танка. Зилы-то вперед идут. Щиты не готовы. Еще секунд 15 до щитов. Зилки атакуют. Танки падают. Фениксы в Мариков рываются. Плюс Зилы-то КС разваливается, по-моему. Здесь щиты доделались только в конце боя. Если бы они были сразу, так бы все было бы круто. По-другому бы сложился бой, я уверен, здесь для КСа. Но, к сожалению, вы видите, как здесь произошло все в итоге. Минок нет нифига. Танчика здесь недостаточно ДПСов. Продолжают КС давить. Лимит был, кстати, одинаковый почти, но, учитывая, что это базовый лэн, фактически тут печально все. У ДНС 8 гейтов. И у ДНС Архона с Зилками. И броня вторая почти готова уже. Донецкий мы-то, наверное, навсегда. Что ты, блин, покупаешь какие-то вид юнитов, и еще и не навсегда его покупаешь. Перебор, реально. Летает ДНС тут. Феникс им еще это пытается подрезать. Подрезает очень неплохо. Немножечко КСу, опять же, тайминга не хватило. Об этом упомяну. Туретке надо было стать ГГ. КС сейчас понимает, что не нагнать уже ДНС. А жаль. Повторка смотрит резко. Вирдос. С КРРом ПВП бьется, биться будет. А я прыгаю в игру. 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 Так, вторая карта Касс против ДНС Прешут тиммейты, между прочим, они оказываются Касс-то с ДНС ДНС в каскаде команде Акалит у нас карта Быструю базу на ней можно брать Но не рискует ни касс, ни ДНС ДНС, пион, гейт, гас Некус, кибернетчика будет билд У касса Депуха барак в ЦЦ Получается Так, ну что, здесь у нас Газ барак Не в рипера А в реактор И в ЦЦ Сразу же ЦЦ пошла, ДНС все еще на мэне Проверит он сейчас Эту ЦЦ, увидит ее Оп Видит ЦЦ Можно сагрить Вынужден Касс КСМ Будет подводить Ну что за бред-то Не прикрывает рабочую Ну, элементарный же момент Конечно, прот с пробкой здесь ездя Должен напрягать КСМ И эту вторую мог понапрягать Тоже легко На самом деле ДНС Ну, зато Останется в робку Уже на мэне И это факт И некуда деться отсюда Уже на мэне Уже на мэне 32-24 На четверть рабочую Больше у ДНС Констатируем Факты из игры Касс готовится Дропать Мариков Минки Может неплохо Получится Учитывая, что роба нет И дома Минки есть При этом Все Он причем По две минки С реактором Касс пилит То есть И в минеральных линиях Можно оставить По одной И дропнуть На вторую Нормально Причем За ЦЦ Не знаю Где здесь минку Вкапать Где-то вот здесь Под ЦЦ Прямо на этой Смайлике На этом Может быть Я не знаю Минка полетела Одна На вторую Осталась Где она Кстати Вот она Прямо за ЦЦ Одна Прямо на Майн Кап Да Прямо на Смайлик Смотрите Ее Не так Уже Видно Сильно Дайте Даже Посмотрим За Вижен От Оракула ДНС Третий Нексус Пошел И не Видит Он Как Касс Кстати Вперед Вылился Только Только Мазер Готов Плюс Гиты Пошли На Продакшн Тут ДНС Воевает Ой Две Минки Одну Успел Минку Выбить Но В это Время Касс Прилетел И ДНС Не доконтролил Оракула Не досчитался В итоге Так Мазеркор Наглеет ДНС Гон Мазеркор А че Касс Лунтик Контроль Ревелэйшн То На Минку Попал Надо Готов Забирать Сразу Был Ну Касс Молодец Не растерялся Забрал Ее Красную В итоге Ну Ее Главное Вкопать И еще Один Придется На нее Ревелэйшн Выкидывать Хоть и На 2 ХП Она Ну Функции Все Она Идеально Свои Выполнит Плюс Еще Минки Три Налетает Сейчас Ревелэйшн Уже Кончится Скоро Так Одну Сюда Остальные На другие Бас Гишем На Мейн Привезти Можно На рампу На мейне Так Что Главное Они Отдельно Друг от Друга Вкопаны Были Эти Минки Рабочего Газ Еще Спас Что Бред Ну Это Стандартное Спасение Газом Рабочего Абсолютно Ревелэйшн Ревелэйшн На рампе Было Что Каз Решил Перекопать Нахера Ты Перекапываешь Ты Ее А Мишань Решил Перекопать Судя по всему Я не видел Что там На самом деле Произошло По адептам Зарядила Минка На мэне Ничего не успела Зарядить Все Под ревелэйшном Все ДНС Выбивает Но В этот раз Экономика Лучше У Каз 48 52 И третья Цеха Пошла Привет Всем Кто Недавно Подошел Ребята Нубис Темно Сегодня Дичь Просто Какая Телепортация Совершена Свет Надо Включить Темно Как-то Слишком Опа Две Минки От Каз На третьей Базе Образовались Забирает Одну На мэн Повез А робота У ДНС Между прочим Так и нет То есть Опять придется Ревелэйнщики Кидать И выбивать Не Ну на второй То на изящих Каз Второй Выбивает На мэне Не успела Минка Вкопаться Плохо Но ничего Не поделаешь 4-103 Полимин Ну в этот раз Хоть что-то Кастом Надропал Так что Сам Больше Правда Потерял 7 минок На 7 Рабочих Адепт КСН 5 Мариков Оракул Ну в целом Главное Хоть напрягал ДНС И тут Третья Цеха Есть Тоже Важный Момент Вот она На третью Собственно И полетела КСМ Уже Издалека Слишком заранее Переводят Сейчас Дистансмайнинг Начнется Надо бы Их тормознуть Здесь На ццехе А то Они уедут На мэн Все Абсолютно Ну Кас Кас Не особо Запаривается Здесь Сторможением Рабочих Сами Приедут Грит Кас Еще И здесь Депуха Не открыт Что они По дальнему Маршруту За бараками Проезжают Так Здесь На стиме Грит погоня За фениксами Идет Плюс Арагус 37 128 Не Ну в этот раз Хоть продакшен У Каса Любимая Его просто Такой Что сейчас Пачками Пойдут Юниты Че Депуха Закрыт Это Все Обходит Вокруг Неудобно Идти Там Плюс Еще Три Барака На второй Базе Расширяется Продакшен Ключевых Юнитов Минки ДНС Подрезает И мародер Одного Ну отстали Минки Немножечко У Каса Две Минус В итоге Мародер Минус А здесь Между прочим Адепты На Глепах Их много Из плюс Один И сейчас Броня Скоро Будет Сканет Кас Видит Где ДНС Находится У него Немного Юнитов Вперед Идет Сейчас ДНС Может Развалить В хлам На самом деле Каса Так Оракула Два Кас Выпилил Под минки Телепортирует СТС Под Либератор Кас Бой Принял Как-то Так себе По-моему Для него Бой Складывается Насколько Я вижу Пока Что Отлетел Сейчас Медиваками С теми Цемариками Пытается Убежать ДНС Прямо В часть Био Врывается Медиваком Буст Врубает Уходит Кас Еле-еле Ушел Чудом Я бы сказал Ушел А там По два Колосса Два Роба Робот Иксбэй Дальность Колоссом Уже Блин Готов То есть Только Четвертого Некусу ДНС Нету Сейчас Он его Заказывает Вот В целом Четко Отыгрывает ДНС Ничего Не скажешь Встал Как? Встреча 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 Ну что же, 181, 181, лимит продолжается, игра, ребята. Касса идёт вперёд, маловато либерат, а вот, 2 маловато, 4 уже побольше, это да, 4 уже получше такого количества либерат. В это время контр-хара с адептами на мейне, касса идёт от ДНС, надо здесь, в общем-то, вперёд спешить, касса идёт прямо как, увы, ну не настолько ж убого либераторов-сталкеров разложить. Минки в итоге вообще что-то не ударили, по-моему, поднимаются мародёры фениксами, колоссы все живут, касса разваливается в мясо. Вот, 2 либератора разложены, 2 дальше ещё разложи, всё, вкал, касс развалился, 70-140 гг. Жаль, но мы лишаемся кассу, мешанию здесь. Так, а что у нас, вердос? Результата пока нет. 6 минут в игре, значит ещё играю. 7 минут в игре, значит ещё играю. 7 минут в игре, значит ещё играю. Ну, ждём пока вердос доиграет, туда попробуем ворваться. 7 минут в игре, значит ещё играю. 7 минут в игре, значит ещё играю. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... 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 ГГКР пишет. Ну что, полуфинал Вирдос против ДНС, а сверху полуфинал еще пока не ясен. Там бьются до сих пор, пацаны. Граммари с пингвином. Пингвин там явно фаворит, хотя я не знаю, что еще там. Так, сейчас поймем. Да, пингвин 1-0 ведет, и там он в плюсе, а не, не в плюсе пока. У него мутка ручей тут, почистил вроде как. Ладно, разберемся, пусть они доигрывают там и пока. Вирдоса с ДНС ждем, уже точно просто один в финале будет, то есть не ЗВЗ будет в финале. Вирдоса с ДНС. ДНС. Вирдоса с ДНС. Продолжение следует... Продолжение следует... Севердос подчеркает и, видимо, начнется что-то там движение. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что очень долго черкают... Так, пошел инвайт, отлично. Продолжение следует... Ну все, ребят, вердоса... Матч начинается против... Адриано Челентано, блин. Против ДНС. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, первая карта Овердос ДНС у кого у них с графикой? Я не знаю, брат, что ты говоришь, а сейчас получать что-то там в голове на минимал, как мне кажется. Продолжение следует... Так, ну что, через два гейта оба играют без стенки. Стенка такая у колбас получается. ДНС сталкеров, вердос в адептов играет. Бустит их и мазеркорда достаточно ранним вердосом. Появляется. Третий Нексус. Очень интересно. Значит будет прокси пилон, значит будет прессинг. Возможно это вообще четыре. Третий, простите, Нексус. Третий гейт. Возможно это вообще четыре гейта даже будет у нас здесь. Вердос тем временем адептом и через всю карту заходит. И кстати, может неплохо ворваться, как мне кажется. Или же нет, не будет там четвертого гейта, не знаю, у этого четвертого гейта в прокси. Нет, такое ощущение, что собирается гейт встать. Да, четвертый гейт это полный улыб. Четырех гейтов получается у нас. Шесть сталкеров построено так, плюс еще несколько достроено будет сейчас. Адепты на мейн зашли. Вердос что спалил? Правильно, что третий гейт сверху есть. Я думаю, он прекрасно теперь понимает, что здесь запахло жареным. Ай, филды кривые, вердосик. Что ты делаешь? Кривейшие филды. Нужно было раз, вот так, чтобы один здесь не пройти было. И второй сюда, чтобы они долго обходили бы. Апилон их бомбанил бы в это время. Плюс три сталкера до варп. Шесть идет и три до варп. То есть уже их будет, соответственно, значительное такое количество сфокеров. Вот. Вердос зачем снизу бой принимает? Сентри теряет. Сталкеров терять. Теперь оверчарж теперь выставить особо некуда. У ДНС по три сталкера вар плюс сентри. ДНС сейчас и на ХГ сможет зайти, если Вердос так супорезить будет. Иммортал. Где? В ГГ и Псидород чуть не стал сопротивляться. Странно это, что не стал. На самом деле, что такого-то? Бейся на мейне, сиди как бы. Выходи, потом вниз опять и все. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну что же, ребят... Вторая карта, ДНС Вирдос, поехали. К сожалению, проигрывает. Вирдос, он может вылететь, а у нас не останется. Бойцов получается здесь. Что у нас со вторым полуфиналом? Неужели Пингвин там не доиграли до сих пор? Ща проверим... ДНС Вирдос... ДНС Вирдос... Не, походу доиграли уже. Ну что, ребят, два ДНС Вирдоса, опять опенинг. Так, карта в этот раз Мехдепо. Тап так же, сталкер и ополю. И прошел Мазершевкор. В продакчине. Выпрыгнули стулкерки. В этот раз два гейта в Старгейт. Вернулся у ДНС тоже Старгейт. Чуточку позже. На где-то 9 секунд позже. Строится это не критично. Пилончик на втором нехсе погнал. Смотри. Чуточку позже. Присаживай. Типа. Присаживай. Вот всё. Присаживай. Так, ДНС и Гейты открыты, ребят Видел он Старгейт Вердосовский? Нет, не видел, у Вердоса два Феникса уже А здесь Оракул летит вперед И второй уже на половине там почти То есть здесь сейчас Вот сейчас хорошо бы, чтобы ДНСа второй достроился Хотя с другой стороны Сбив первого, Вердос может подумать, что второго нет И он вынырнет от кунт неожиданно Но на самом деле, если ДНС второй достроится То это второй бесполезный юнит просто будет Ой, он достроился, смотрите Не успел отменить Оракула Ревелэйшн по Фениксам поставился Но тут моментально они сбиваются А еще один Оракул вылетает Не нужно расслабляться на мэне Нужно держать оборону какую-то Так Две недели глубже отец Один Ну, хорошо, что жена их делом занята Перетерпишь Так, еще один Оракул Глядя, здесь три Сталкера Это последний путь Оракула Бросает ДНС И Ревелэйшн кинул Две пробки я отфокусил еще У Вердоса рабочих аж на десятку меньше Я чуть не понял А как Вердос так рабочих-то строишь У него на десять меньше уже У ДНСа блинк пошел У ДНС все везде прикрыто То есть Сталкеров много Здесь и нахарасить-то Вердосу негде особо Фениксами, понимаете? Полетел, похарасил, улетел Немножечко Вердос Немножечко, фарасил, улетел 110 хп 10 дэмэджа Куда это дэмэдж? Нигде желтых частей нет Все больше и больше Сталкеров Тут Увердосича ДНС ставит третий негус Увердос будет кушать С гейта, кстати говоря, для варху здесь Прилетел фениксами Две пробки сбрел За это феникса отдал Провал Провал Варху здесь пошел Ребята, гейтов у Вердоса 5-10 Шестой там в атаке Ща плюс блинк будет Чуть Вердос разворачивается ДНС сам выход пошел В какой-то непонятный Но Вердоса-то больше боевого лимита То есть он наизичек здесь разберет А потом может вперед Плюс у него феникса 3 есть Здесь можно Поднять несколько Сталкеров Агрессивная блинка от Верги вперед идет Три Сталкера Вообще выключены из боя ДНС сам агрессивно блинкается Нужно поднимать еще Сталкеров Чтобы минимизировать Как бы ДПС здесь ДНСовский Гвардиан Шилда Все, нет у ДНСа больше Надо ловить еще хотя бы Одна у Сталкера Что Увердоса делает Ну вот это хорошее продолжение Для Вердоса Похоже, что Он очень... Да не похоже Он очень удачно подрался Последнее место подбодрил Ну а что делать? Что делать, Декс? Это тяжело будет Ну зато Своим ребенком пообщаешься Не часто получается Так, приходит Вердос Провальная какая-то позиция Оверчарж атакует Юниты напополам поделены Часть снизу отдалась вообще Делки здесь на чаже Уже у ДНС Есть Феникса Миморкла Можно же поднять Что же ты делаешь Вердончик Миморкла зафокусил Сталкеров очень много Задавил Вердос Смотрите-ка Похоже, что Задавил все-таки ДНСа Агрессивными своими Пингвинками Унизил Салкеров Пилон падает ДНС Так, уйди куда-куда Он там уйдет Видишь, Феникса Слышка уже вводит Пишем ГГ, выходим Один Один Ребята Нужна третья карта Авердос В финале Это приветствуется Мной Потому что Будет за кого Поболеть Тем более Там Кореец Пингвин Походу Будет играть Авердос Его может удивить Каким интеллигантным Б вперед Например Кореец Падет Там еще Не пингвин По-то В финале Полуфиналь А, там еще Полуфинал Точно Ну, если не пингвин Хорошо Тогда Вайморфу ДНС Авердос Меж плюс Двух Бас Прессует Тут еще Наверх Может и не стоит Лезть Ему Улучшение Завершено Да, да Одной Второй Ну, а что Верди Разбулшевался Просто он хочет Стать богатым Благодаря фонду Поддержки Российского Старкрафта Тут же Все читаемо Так, почти Доделались Глеб И 119 86 Лимиты Да, варп Еще идет ДНС Понялся Здесь Печаль Беда Отменяет Нет, сама Закур Есть еще ДНС Есть Энергия 120 В нем Так Ну, есть пилон Надо подбрить Еще пилон Стаблайблок Клиш не будет Но Так Заходит Вердоз Видит Здесь Происходящее Будет Адептами Врваться Меж Почему ДНС Плюс Два Делается Если Вердоз Сейчас Не дожмет Он По грейдам Вообще Отстанет Жестко Так Секунду Мама Тут звонит Все Минералы На этом Месторождении Изобран Месторождение Минералов Выработано Так Все Я здесь Месторождение Не осталось Минералов Так 103 6 110 Проба Бэй Пошли А что ДНС Пол Скулу Сейчас Дестабилизаторов Сюда Добавят И нормально Будет Месторождение Минералов Выработано Да Пингвин Джеральдом Увердоса Тоже Дестабилизов Идут Кстати Есть Обс Вообще У ДНС Даже Два Есть Один Здесь Один Дома Все Нормально Ну Вот Меня Беспокоит Вот Этот Параметр Боевого Товердоса Больше Но Отсутствие Апгрейда Это Вообще Печаль Конечно ДМХ У ДНС Такой По которому Дестабилизаторам Потяжелее Попадать Чем Увердоса Увердос Пробревает Камень Чтоб Приросту Было Проще Видимо Идти Уже Сюда Первый Дестабилизатор Сейчас Придет Зелком ДНС Проверяет Понимаешь Где-то А На прок Сигеет Зелка Ну Адепты Сюда Варпануть На хрен Пилон Терять На одном Зелке Увердос Собственно Гря И варк Уснул Зелка Естественно Здесь Бой Попет Вирдос Молоко Конечно же В ответ Стреляет Здесь Микс Очень хороший Архона Зелки Имморт Так Дестабилизатор Идет Мимо Вообще Куда ты Вирдос Идешь Там Не пробивает Очень быстро ДПС Большой ДНС Будет К Вирдос Прям сюда Уже Идти Что ли Не знаю Об этом ДНС Будет Идти Я вижу Что Вирдос Дестабилизатора Чуть не отдал Залп Пошел Отдал Все-таки Дестабилизатор Надо было Каза Филды Попал Может Пульнуть В ответ Вдруг бы Залетело Неплохо Кстати У Вирдос И Феникс Есть Между прочим Дархон Все больше И больше ДНС Обсердер На халявку Сбил Так По По Архону Попало Нормально Здорово Всем Кто недавно Подошел Пацаны Давно Я не видел Дестабилизатор Воин Это Уже Олдскульная На самом деле Тема Такая Позелка Вирдос Неплохо Стреляет Сейчас Остались Адепты Остались Сталкеры Эморкл Микс Хороший Достаточно У Вирдоса 10 По Эморкл Как плотно Прилетело Просто Жесть Еще один Дестабилизатор Залп Архон Падает Да нет Здесь Вирдос Победил 1-1 Стреляет Стреляет Продолжение следует... Продолжение следует... Так, Дарк здесь что-то поднарубил, смотрю. На третью базу Дарка Вердос в это время приходит, отвлекает. Тут ДНС и прирост. Хорошо, по зелкам прилетело. Еще раз по зелкам. Ну, тут побеждает. Дарк просто уже там накосил 9 рабочих. ДНС все-таки отбился от опыта. Какие пробки по архонам стрелять? Даже по одному архону дэмэдж нанес и все. Замечательно. Все, даже им произошел. Здесь молоко, выстрел пришел. Так, Пеникс Эмвердос поднял дестабилизатор. Молодец! Нет, счет 1-1 вот сейчас стал. А до этого он не был 1-1. И сейчас у нас третья решающая будет игра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну что, третья игра решающая. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Ну что же, пацаны. Третья решающая карта ДНС Эмвердос Стандартные опенинги Через 2 гита 16 рабочих на минералах У ДНСа 15 пока Эмвердос То есть газ не спешит добывать Прямо вообще активно То есть он хочет минералов сначала Поднатаскать По минералам он в плюсе будет 100% здесь небольшом То есть, возможно, раньше Нексус построит Тем временем должен идти второй полуфинал По идее Джеральд против Пингвина А что у нас по времени, кстати, 17-19 Сегодня Ксимии, наверное, закончим Мы битву эту Так, кстати, знаете что? Я здесь Ладно, давайте сейчас после игры Это я забыл, я, блин, самам Свет-то сегодня включить В аквариуме Надо включить НСФ Корма кинуть А то они, блин, ждут Че, не ждут А уже должно быть По описанию поведения Все это дело Так, ну что, Эмвердоса Два сталкера Там тоже два сталкера О, пробку нашел Смотрите, Эмвердос ДНС-овскую Обнаглел он маленько Проверяет летний пилонов Пилонов нет Талкеров уже 4 штучки Какое продолжение? Робо, Твайлайт, Старгейт Конечно же нет Уже, скорее всего Не будет его Робо Там тоже Робо Ну нет, тут ДНС запалило Все, что самое главное Чтоб Робка смогла увидеть Робот Вайлайт И Эмвердоса Робот Вайлайт Зеркально Играют абсолютно Но УДНС придет уже УДНС на 3 рабочих уже больше Ну что за хрень вообще Ну сейчас перестал строить Эмвердос строит То есть нагонит немножечко Тут уже дистанц майнинг идет активный Значит, намейни 16 Пробок Эмвердоса Эмвердос поэтому Все сюда и переводит Странно, что пробки сюда С минералами к Нексу Ставила одна, правда Без минералов была И потом их на минералы послал Если ты так добываешь И ждешь готовность к Нексу Поставил сюда С нажал Они сразу сдали И назад пошли То есть Сэкономил Секундочки какие-то Блинку ДНСа, ребят, делается А Увердоса агрессивный билд Это очевидно мне становится Что билд агрессивный Почему? Потому что чарж заказан Плюс имморталы То есть даже можно Я не знаю Апа Третий Нексус Что себе? Оказывается Это в третий Нексус Еще такой билд Ну вот если знать Что например ДНС ставит Третий Нексус А Увердоса Узнает сейчас То Как по мне Третий Нексус Надо фейковым Просто делать этот И делать выход Какой-то С зелками С эморфландом На чаржи И убивать нафиг Для этого нужен Где-то вот здесь Пилон Например Или здесь уже С этой стороны камни Пробил Пошел Или с этот Отсюда пушить Так Даркшайн А мы не Увердоса Чарж Плюс Даркшайн Арконов Нужно добавить Будет Иллюзия Летая Даркшайн ДНС Не спалят В итоге Она кончится Сейчас все Кончилось Четыре гейта Добавляют Хорошо Будет шесть Будет ли еще Плюс гейты Будет ли их Восемь Там например Или нет Призма Заказана Иммортал Сколько Две штучки О ДНС Что У ДНС Вообще И мух Нет Кстати говоря Вот сейчас Первый Только выйдет Выдвигается Вердос Вперед Как-то Разрозненно Он всеми Двигается Сюда Не знаю Спалил ли ДНС Люди Как Вердос К нему Двигается Но технологическое Преимущество На стороне Вердоса Здесь явно Будет Единственное Здесь архивы Темпларов Сейчас живут Но ДНС Газа особо Нет Ему наварпать Не с чего Там Юнитов Не готов Бусты Пилон Суверчарж Смотрите Еще сверху Уверчарж Зашел В это время Вердос ДНС Принимает Бой На дальней базе Зачем Здесь Бой Принял Вообще Не пойму Если Пул армия Вообще Вдалеке Где-то Тусуются Сделки Здесь Нормально Покрошили Вместе С Эморфом Вердос Даже Вперед По лимиту Сейчас Выходит Здесь Пытается Свалить Все Еще Продолжается Атака Сделки Все Новое Новое Добавляют ДНС Сам Тут Наварпал Пилотов Несколько Штучек Пойдет Вперед Вердос В атаку ДНС Да Похоже Что Пойдет Вердос Переварпал ДНС Смотрите Эморф Нормально С дарками Разбирают Уверчаж Кончился Делки Падают Все падает А дома ДНС Отобьется Архончик С дилками Сталкивается Где же Мазеркор Веди Мазеркор Он вдали Стоит Вообще Не до контроля Идет Мазеркор Верди Забыл Вообще Что за Бред Иммортлов Надо увезти Вози Иммортлов Да Увозит Отлично Здесь Принимает Бой Кривой Мазеркор Вдали Стоит Пилоны Пока живо Уверчаж Может помочь Как же Криво Верди Дерется Сейчас Иммортл Вперед пошел Но Дарк Здесь помогает Правда Здесь Обсервер Есть у ДНС С другой стороны Пилончик Все таки падает Архон Один выжил Давай Сила Допадет А призмы Верди Забыл Просто Кривейшая Битва Дома И в итоге Все то Что Трудом Таким Достигнуто Было В атаке Благодаря этим Иммортлам Просрано Оказалось Так Куда призма То летит Прямо На армию ДНС Какой провал Какой позор Вообще Что происходит А Так Все Что происходит Вообще Вот здесь же Все круто Было сделано И Такой провал Здесь Дома Куда Призма То летит Вообще Зачем Сюда Ф2 Жмем АПМ 430 430 Просто Дичь Вообще Почему Тогда Все так Мимо Летит Ситуация Уже Плохая Лимита Больше ДНС Плюс Одним Делается Качество Лимита Это качество Здесь Архонов Призма Летит Вперед Архонов У ДНС Больше Плохо Сейчас Еще Вердос Солет Причем ДНС Архонов То делает Из Штормовиков Вердос Из Дарков То есть У него По минералам Ценные Более Архоны Получаются Дорогие Точнее Это плохо Так Пошел Овердос Вперед Видите Что ДНС Его Прессует Там Шесть Аж Целых Архонщиков Нужен Оверчаж Ставить Раз Пошел Два Будет Оверчаж Два Оверчаж Там Иммортал Снизу На муве Сливается ДНС Конечно Неплохо Бьется Оверчаж Выпиливает Архоны У него Танкуют На призму Законтроливает Их Великолепно Блин Я вот После этого Контроля Овердосом Иммортал На второй базе Думал уже Что все Но нет Оказывается Не все К сожалению Такой Нелепый В итоге Продолжение И проигрыш Продолжение следует Продолжение следует Так Пингвин Джеральд Там Бьется У нас Какой У нас Там Счет Джеральд 1-0 Ведет Кстати Говоря И Пингвин Улынет И Похоже Это ГГ Да 2-0 Смотрите Да Пвп В финальном 100 Завозай Теперь Так А ведь Мог Вердос Победить И Джеральд Это Убил Такой Тут Стиль Был То Что По Грейдам Так Вот Получилось Стиль Игры Такой Был Поэтому Так Вот И Получилось Дальше Дальше Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 и в таблице я себя не вижу что за непорядок или там все аннулировалась забыл какие там правила а Продолжение следует... 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 Третья Нексус там и там, но у ДНС колемита побольше. Опять Оракулы прилетают, и опять Мазер Хор не в позицию, ого, гад. Мейн опять же не прикрыт. ДНСу нужен блинк, и тогда он сможет агрессивничать сам. Кстати, на Мейне опять же, а не, Мазер Хор на Мейне как. На второй тоже вылетает, на Мейн прилетает. На второй энергия кончилась, на Мейне просто унижает. 36-45, ну забыл про Оракулу ДНС, правда. Ему в это время что тут происходит? А, Дарки прилетели, Дарк прилетел. Дарк напрягает и не слабо здесь. На блинке уходит у нас. Ну, короче, ДНС не до контроля. Если бы идеально шел вперед, то не упустил бы этих на блинке всех сталкеров. Дарк туда-сюда ходит. В погоне как эти сталкеры стоят. Дарк рубает. Есть опс, оверчаш, выстави что-нибудь, сделай ДНС. ДАД. 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 ayo-к solved APPLAUSE Продолжение следует... 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 Так, 3-2 уже у ДНС Грейды будут. 3-2 на 2-0, ё-моё. Конечно, он в плюсе, но что-то он не собирается ломиться нифига. Хотя есть и призма. Здесь Зилков врыв хороший идёт. Но Патонок 5 плюс Архона 2. И, конечно же, здесь ДНС должен... Хотя нет Зилков только, что Архона даже не могут отбить. Два ультра против Зилков лучше стоят, чем вот так, у два Архона. А всё почему? Потому что Архоны... У них не такой спеш-бор. Пару залпову дестабилизаторов. ДНС уже много дестабилизаторов, на самом деле. В это время Мейн он шар... Чё так стоит-то всё, блин? Вообще не атакуют. Делки встали. А тут же здесь 4-й нектус, 5-й нектус забрал. Здесь ДНС-борчок пачка очень хорошая. Ак-сервера нету ДНС-борчок. А есть Аракузы! Без энергии. 50 энергии здесь нет. Отступает ДНС. На Мейне юнитов, как ни друёвым, а на Мейне как стоял, так и стоит. Чё-то со всех сторон Джеральд ДНС обложил. И ресурсов у него прям больше. ДНС отстреливается. Здесь Дарки, вот если бы сразу атаку всё послал, Дарки бы не зарешали. Был бы Артер, просто сколько же ресурсов слил ДНС в этом направлении. Это просто жесть какая-то. Опа, здесь карреры первые уже погнали. Ничего себе. Один интерсеппер только смог вылететь чуть на перехват. ДНС-у надо атаковать со сталкерами, иначе проигрыш. Потому что, вы видите, против карреров ему ловить вообще нечего здесь. Так, и здесь Джеральд пришёл, Фатонки нет. А в сервер зато есть. Ну, в итоге Фатоныч доказан. Здесь плюс три каррера ещё делают. Здесь на воздух апгрейд. У ДНС-угрейдык враг наилучше, но он, блин, проиграл бой. А вот когда вылетят эти три каррера, и особенности вот этого ещё, вот этот юнит будет сделан, мазершип, то будет печально. Ааа, 500 рублей сейчас, понял. И глупо, по подарку прилетело. Каррер наглую вперёд идёт. У него грейды слабенькие очень. У каррера у этого. Поэтому можно выбить его, в принципе, с толкерами, что ДНС и решил сделать. В итоге выбил. 186-200 по лимиту. Здесь два оверчажа, плюс Фатонка, Зилкам противостоит. ДНС Дарка одного варпит, на всякий случай. Чтобы проще биться было. Темпист пошёл у ДНС. Темпист, конечно, всё это очень интересно, но у Джеральда просто нереальная какая-то экономика. Он там с двух фажей, с двух кибернеток дрейды сейчас делает. Так, пошёл на лом на Фатонке. Дестабилизаторы стреляют. По Зилкам прилетело. По имморталам прилетело. По Архонам прилетает. Вообще жёстко. Просто по земле ДНС что-то... Как он так распушевался-то по земле просто. Всё, сбрил, знаете. 150 лимита ДНС. Карреров не хватит при таком раскладе явно. Иммортлы падают, дестабилизаторы чуть сзади оказываются. Ну вот Мазершип подоспел. Не Мазершип Корр, полноценный Мазершип. И ДНС отступает. Темписта, три стройда. Кит Темписта! Нахрен здесь Темписта с одной атакой. Видно же, что по земле разобрал до варп сталкеров. 3-3-1 грейды. В кал этих карреров разберут. Вот пока их стэк не скопился большой. Кайх-7 вот сейчас, вообще не 7, ещё один выйд. Ещё тяжелее будет биться. Мазершип от ДНСа. Ну хотя, если Мазершип с Темпистами сделать, то тоже может он пободаться здесь нормально. Ревелейшн, а нет, вот что плохо. Вот они, три Темписта летят. куча налетят, потому что торгиты рядом стояли. Так, пошла атака. Стреляю, дестабилизаторы. Чё-то карреры вообще жесть. Ну это кривейшая позиция ДНСа. Зашёл, даже не увидел, где Джеральд находится. И развалился в хлам просто. Это 1-0 Джеральд, похоже. Джеральд сегодня в ударе. Пингвина сбрил, ДНСа бреет. Не хочется больше отстреливаться темписты, что архоны прилепляют, дэмэджи нормальные. Мазершип готов, и главное, что Мазершипа не дождался, ни хрена не дождался. Здесь дарежет от них, скорее, здесь 6 часов уже добывается. Как было 70 плюс рабочих у Джеральда, так и есть. До сих пор ДНС же перебивается. Вся его ценность бывает его боевой лимит с дестабилизаторами, но с ними чтобы нормально драться, надо грамотно заходить с определенного направления, как бы стараться. Тогда всё будет ок. ГГ пишет. ДНС Джеральд 1-0. Неожиданно ноу-факт. Ну и такая плотненькая каточка получилась с катерками, с темпистами. Прошу прощения. Прошу прощения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова КАРА Продолжение следует... Продолжение следует... Кто на Лаэр больше хочет, сейчас уим Джеральд 1-0. И вообще ДНС фаворит, как мне кажется, в этом матче. Продолжение следует... Так, Тиральчик там, смотрю, Солора убил на тейк-турнире. Молодец. Так, газ раскачивает после уже минералов. Так, полностью у нас Джеральд... Интересно, кстати, пилончик поставил. Подблочил добычу немного. А окупится? Отменить решил. Я тоже думаю, что фавка не окупится минералов. Смысл вообще... 25, наверное, окупились, может быть. Из-за того, что... Скорость добычи упала у ДНС. Ну и то, не факт. Ну так, попугал, понапрягал. Почему нет? АДФ-Т1, здесь Сталкера 2 вперед, плюс Сентриад. Далее в догонку идет и... Никсус ДНС пускается ставить, а там контроль есть в виде пробки. Куда-то не туда просто уходит, но очевидно вниз надо уходить. Здесь Сталкер ходит. Отменяет и этот пилон Джеральд. Клэп Эмкстен, 211. Такой уж большой. Старгейт на мэнникушу уже после Никсусу. Поздний Старгейт, не считай. Так, АДФ-Т1 здесь заходят. Мусмазершип. Минус-1, надо будет манивать энергию. Ничего не выманил, так и 2 АДФ просто отдал Джеральд. Ну бывает, как бы это не страшно. Не проигрыш пока еще. Так, ну рабочие таскаются чуть-чуть тут. Минеральчики. Вот уже база начала качаться, не дистанц майнингом, а нормально. А здесь Оракул у нас. Ну, ДНС иллюзии такой пролетает. Ага, Старгейт. Все понятно. Надо, значит, расплетить оборону на мэнни Мазершиппорт на второй базе Сталкера СН-3. Что значит 150 рублей карта? Ну так ты почитай, что ниже написано, и поймешь, что нужно сделать. Почему, ты поймешь. Потому что там вроде как, да, там ссылка же точно. Можно ее написать просто. Браузер. И увидеть все самому. Так, чаш пошел у Джеральда. Аж целых два Оракула в районе мэйна, но тут у пилонов много и оверчажей много. Ну так, одного Оракула надемажил, а два оверчажа ДНС выставил. Как у него 200 энергии, еще на два есть, и как бы новая пошла копиться энергия. Так, третья некст, у кого пораньше? У ДНС пораньше. Ну, у Джеральда Чарж зато делается, а у ДНС что? Ну, блин, есть, больше ничего пока не делается. Ну и никто не, даже, вот только форжи сейчас пошли только. Какие-то очень поздние прям форжи. А все же так, у Джеральда один, у ДНС два. Ну, у Джеральда Оракула есть, и он кидает ревелэнчики, поэтому ему не нужно все же особо. И архивы тэмпларов пошли. У Джеральда. Ну, ладно, блин, во-первых, ошибка здесь два рабочих в ГАЗе. Здесь ГАЗ ставят абсолютно верное решение, если архивы тэмпларов ставят, что присутствов на Архонах хватало именно ГАЗа. Вот и ба, начиная со плюса один делать с Грэддитом. Грэддитом. Так, ну что, гитры открывают, пацаны. 8 штук. Игра более-менее ровно идет. Рабочих одинаково по 70. Лимиты боевые близки, миксы почти одинаковые. Это стандарт, это ключ микса Архона и Мортла, плюс гейтовые пацаны, ссылки там Сталкера. Центрение несколько штучек. В перспективе возможен переход в воздух там и там. Но, может быть, кончится все и на таких лимитах. Но нужно, чтобы бой произошел какой-то. Пока боя просто нет. Странно, здесь 5 гейтов. Все у Джеральда, у ДНС уже 8 точно есть. ДНС вообще вперед идет. Так, пилон минуснул ДНС. Сталкер зато не минуснул. Зато вот сейчас 8 зелков. Доварка очень приятный такой. Доварчик заходит. В это время что, ДНС будет там в третьем унипсу куда-нибудь идти? В четвертом чине? Да, будет. Здесь тазисная ловушка, кстати говоря. Где ДНС будет обходить? Я хрен знаю. Это через верх опорит. Проблема на четвертом никс это называется. Рабочих много погибает. 12 суммарно. Не все, наверное, здесь погибнут. Здесь архоны в легкую этой морталов отобьются. ДНС продемиджа в архона. Поля эти активные разменял на него и ушел. Но у в архона-то тоже поля начнут восстанавливаться. Поэтому норма все. Ну, полиометию как-то в плюсе Джеральд здесь. У него плит бикон. Он опять по грейдаму остался. В прошлой игре он оставил от толпы. Грейдам, а потом выиграл. У ДНСа второй робо и робо-бей. Что он будет делать? Дестабилизаторов, колоссов. Я даже хз. Пятый нектос изменил. Так, с аракулы Джеральд просрал. Флет бикон готов. Второй каррер готов. Скорость интерцептором поперла вылет. А каррер даже не заказан. Что самое интересное, где заказ-то? Газа не хватает сильно. Так, Джеральд пытаются разобрать у нас ДНС. Ну, разобрал, кстати. Вот Феникс назойливый сзади. Летит. Высадил только одного Эммортала. Второго просрал. Еще я что-то засадил туда. То ли Зилка, то ли Сталкера. В эту призму, которая погибла при последнем... Ну, вот. Она погибла. От Феникса. Но засаженный унит был во время второго... Последнего удара вообще. Так, тут забегание. Накопился ДНС. Тут Архонов очень много. Видит, где оппонент его гоняет. Здесь тоже Архонов, кстати. Драфика и больше. Но уже и карреры строят. Так, у ДНС почти третья готова. Атак, поля пошли. Здесь апгрейд на воздух первый. Атака. Плюс... Вторая доделывается надемная. Зилки на четвертый. Некто заходит. Очень много Зилков. Здесь ДНС. Ну, круто Джеральда Варпул. Так что, Фатонку прикрыл. Телепортнулся еще Мазершипом. Частью юнитов наверх. Ради все того Зилков отбить. Да просто бы до Варпул еще до Фатонки есть. Так, ДНС приходит. Сейчас Клен убьет. Несучно поля. Вот, смотрите. Все, пошла колобанга какая-то. Пошла байда, битва. Да, по дестабилизаторам Вархонов проходит неплохой. Еще один дестабилизатор. Стреляет прям по Вархону. Имморталам, по Имморталам прилетает прям знатно. 170 на 130. Победа ДНС здесь и сейчас, по-моему, происходит. Залп по Иммам проходит. Сталкеров хватает, чтобы каррер выпилить? Вроде да, хватает. Но... Так, каррера забыл. Мазершип 1 фактически. Телепортнулся. Фениксы падают. Здесь еще пачка сталкеров приходит. Уже каррера здесь не спасут точно вообще. Так, несколько архонов запиливается. Пес-приз... Почему-то ДНС призму не строит. Ни хрена не строит. Вперед не идет. Почему? Хрен знает. Сейчас карреры вылетят новые. Сейчас Джеральд еще может веселую жизнь ДНС устроить. Вот этот микс плюс каррера, он неплохо может зайти. Так, на них просто атаку не дает пятый построить ДНС. Ну, просто микс такой, который, блин, когда там 200 будет, ему тяжело будет сконтролить. Пока лимиты не полные, проще стрелять, гораздо дестабилизаторами попадать. Да и остальными юнитами тоже попроще воевать, на самом деле. Мне показалось сейчас, по своим сталкерам ДНС может зарядить дестабилизатором. Не, не зарядил. Призма прилетает, карреры... Интерцепторы в каррерах кончаются. Дестабилизаторы, да, простреливающих, 153-170 по лимиту. Надо отступить маленько. Каррер один кривенько залетел. ДНС сразу же его забрал. Сталкеры плюс... Так, сталкеры плюс два дестабилизатора. Противостоят просто там Зилкам, Архонам, каррерам. Противостоят достаточно успешно, кстати, даже. Призма там сныкаться куда-то пытается. Минус призма, карреры моментально выпилили. У ДНС опять темпи скидки. Джеральд опять переварпил. Лимита больше. ДНС пришло у них забирать. Третья атака в момент просто, что называется. Ё-моё, Даркшрайн сбрил. Тут два Дарка пытались вперёд идти, так ещё и Дарков дестабилизаторами выпилил. Далеко, чтобы Зилатов отбить. Делает ДНС этот Джеральд. Зилатов отобьёт. Блин, микс-то у Джеральда уже страшный такой. Каррер четыре штуки, сейчас пятый будет. ДНС, правда, не боится. Так, ну, Джеральд решил дать битву в лоб здесь пойти к ДНСу. Приходит, находит шесть часов нычку случайных секретов. Он её нашёл, по-моему, даже выпиливает здесь всё. Ну, я не знаю, на размен особо-то не на руку, на самом деле. Джеральд, у него грейды хуже. Здесь темписты есть. ДНС всё тоже вперёд бросается сейчас. Всё, так продолжается. Архоны плюс карреры плюс мазершип. Плюс ещё поддержка там для архончиков, для всех технидов. Один каррер вот пролетает, криво вообще летит. Вот, надо его взять с собой. Плюс два почему-то Джеральд не сделал апгрейд, непонятно почему. ДНС реально больше боевого лимита. У него сталкеры плюс темписты здесь присутствуют. Ещё один телепорт назад. И ещё один забытый каррер. Ну что за днищи вообще? Стиль такой. Минус каррер, пожалуйста. Там уже темпистов сейчас будет. Шесть плюс три, девять похоже их будет. И опять чё-то стоят. По базам более-менее ровно здесь. ДНС уже плюс два на воду оказывает. Джеральд и я вообще не пойму, чё стоит. Его поубивали, у него микс хороший. Построй пилонов, сделай 200 и иди присуй. Нет, чё-то стоит. ДНСу надо ревелэйшн кинуть и воздуху с темпистами откукосить. Хотя здесь и с землёй проблема будет на самом деле. Два дестабилизатора могут и не перевернуть вообще. Кстати, на сталкеров ревелэйшн. По сталкерам Вейнус Вижен есть. А вот на темпистов Вижена нет. Два архона выпиливаются дестабилизаторами. Телепортируется ДНС. А нахрен у телепортировался там. Типа, чтобы потери минимизировать здесь. Плюс архоны, плюс давар. Да нет, всё нормально. Бейтва сейчас продолжится. Я знаю, смысл телепортироваться ему было. Темпистер выпилил. Скарера выпилил. Или нет, ещё нет, кто не выпилил. Ваншотит уже архонов. Сука там темпистер-то. Сгаси 9. Просто ваншотит архонов. Это дичь дикая. А, 44 демпистер. Демпаж же теперь темпистер по земле находит. 176, 117. Здесь уже переворотик в пользу ДНС. Стопа удобный. Ча еще вторая на темпистов атака. Зайдет через там 20 секунд. И они еще больше будут бить. По земле и по воздуху тоже. Кстати, сколько им добавится за грейд. Я даже не помню. Драйды чуть не показываются. 4 демпажа, ничего себе. Ну, с ракет начальной 10% всегда атак примерно дает. Ну, все здесь по земле вроде как выпиливает ДНС. И по воздуху выпиливает. Везде, короче, выпиливает. 1-1. 2-1. Ну, что же, прыгаю в третью катку сейчас. Так, ребят, сейчас позвоню вернуть. Продолжение следует... 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 Дарь... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...